Привет! Вот скажите честно, когда-нибудь видели, как человек катается, люди катаются на лыжах? Вот смотришь сейчас, модно это, на лыжах как катается. И вот как он телом своим играет на поворотах. С таких гор слетают и молодые, и старые, и женщины, и дети. Ощущение такое, что такая легкость, такое прекрасное занятие, приятное. Но стоило мне однажды взобраться на гору и глянуть вниз. И представить, что я сейчас покачусь с нарастающей скоростью туда, под основание этой горы. Уже плохо стало мне. А когда я поехал, и через 10 метров я уже ехал на животе, на голове, на ушах, а потом тер ушибленные места, и говорю, чтобы я еще раз, я все понял. Это не мое, это не для меня. Видимая легкость, то, как посторонние люди это делают, катаются легко, и мой личный опыт пришли в полное несоответствие. Что-то у меня в голове повернулось. И чтобы не развивать эту тему для себя, я однажды принял решение, что этот вид занятий не для меня. Он мне не поддается, я, наверное, никогда не научусь, и ну его нафиг не сковать. И вот так, если посмотреть, миллионы людей водят машину, садятся, едут, болтают, слушают музыку, поют, целуются на ходу, рисуют глаза, что-то они делают за рулем. В пробках, не в пробках, на всяких разных карахстях, абсолютно уверен. Но стоит новичку сесть, как одна мне знакомая сказала, мне пришлось когда сесть первый раз за руль и ехать без инструктора, я приехала через час к месту, вся мокрая, насквозь мокрая. И на второй день у меня болело все тело, особенно язык. Мышцы языка так болели от напряжения. Она пережила дикий стресс, страх. Хотя миллионы людей катаются на машине, как ни в чем не было. Когда я смотрю, как медсестра, разговаривая, между прочим, втыкает иголку в самые неподходящие места, в вену. Я видел, как недавно в глаз, прямо вот сюда в глаз вставили укол. Так, между прочим, опытной рукой. Когда что-то разрезают, когда я смотрю, как парикмахер действует, не боясь за последствия, сидит взрослый дядька и какой-то сопливый пацан над ним. шур-шур-шур-шур-шур, стрижет ему. Я представлю себя на его месте, да я не знаю, чтобы со мной было. Мне одна знакомая девушка рассказала, говорит, мы закончили университет, прошло время, и я стал преподавателем в этом же самом университете. Долгое время была там ассистентка и так далее. А мои однокурсники уже давно преподавали, читали лекции студентов. Сидит 300 студентов, молодых ребят, и они чешут, как по-писанному, шутят, анекдоты рассказывают, материалы излагают, у них все так легко. Я сидела, слушала, думаю, боже мой, как это оказывается просто. И потом наступил мой черед, и когда я вышла перед этой аудиторией, в первый раз, я думал, что я умру, что я сдохну тут же на месте. Я все забыла, говорит она, обливаясь потом, я что-то лопотала, и не помню даже, как закончила. Оказывается, преподавать перед аудиторией, выступать перед большой группой людей, это тяжелое дело. И так во всем. И так во всем. Но если человек берется учиться ездить на лыжах, если он берется учиться, берется учиться осваивать автомобиль, если он берется учиться ораторскому искусству и выступать перед аудиторией, если он учится тому, как делать укол, клизму, как подстригать, как, 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 любой вид человеческой деятельности требует того, чтобы кроме видения, как это делается, теоретического знания, как это надо делать, еще у людей вырабатывается навык. Навык. Умение, доведенное до автоматизма. когда уже не надо особо думать, когда все легко, когда все понятно, привычно, многократно повторено, легко и просто. Вот тогда человек становится профессиональным, тогда он имеет право претендовать на результат. Но я ни разу не видел, чтобы начинающий парикмахер рыдал, плакал и бросал свое дело через день, два, три, неделю, месяц или три. Я не видел, чтобы медсестра отказывалась от своей профессии и не пыталась продолжать и продолжать осваивать свое дело. Я не видел, чтобы лыжники, ну кроме меня, может быть, лыжники, которым нравится кататься с горы, несмотря на свои падения, ушибы, постепенно осваивали этот вид спорта. И так далее, и так далее. Они продолжали. Они продолжали, им было интересно, они хотели научиться, они продолжали и продолжали. Некоторые доводили свои умения до вообще высочайших вершин. Некоторые нанимали тренеров, посвящали этому свою жизнь. Не два часа просто покататься, не три часа и не пять часов, а с утра до вечера каждый день с тренером за деньги и становились чемпионами, становились известными в своей среде. Я знаю также сетевиков, которые пришли в этот бизнес и почему-то решили, что они могут сразу, просто и легко начать зарабатывать деньги. Ну, это же очевидно. Рассказал человеку, да и все, о бизнесе, он купил сразу пакет. Очевидно, это же показал продукт, дал попробовать и все, и он сразу купил. А если не купил, то бизнес плохой или продукт, это неважно. Нет. 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 Нужен навык. Навык умения, доведенное до автоматизма. Когда ты не только теоретически знаешь, но когда ты еще освоил это на практике. Чем больше ты будешь работать, чем правильнее ты будешь применять действия, для этого надо нанимать тренера или искать спонсора, или учиться, у своих коллег вышестоящих и продолжать, и продолжать, и продолжать, и продолжать, и продолжать, и еще, и еще, и еще, и еще, и один день, и два, и три, и пять, и десять, до тех пор, пока не появится автоматизм. Если в день по одному разговору, то есть по одному скатыванию с горы, то научишься через 10 лет. Если кататься на лыжах, ну я имею в виду бизнес делать, если в день по 10 раз, несмотря на падение и ушибы, то тогда быстрее, может быть, за год. А если в день по 40 раз, то через полгода ты будешь уже профессиональным почти человеком. А если при этом еще правильные вещи читать, да при этом себя еще настраивать и понимать, что ты никуда не отступишься, то тогда ты просто станешь асом. Потому что вот в моем бизнесе, например, все, кто со мной работает, знают, что надо научиться всего лишь навсего заводить людей на сайт. Пригласить его на сайт, а дальше система сделает работу. Но я не думаю, чтобы было сложнее научиться приглашать людей на сайт, чем сделать укол в глаз, например. Или в вену. Или, например, там сделать прическу известному человеку. Или я еще не знаю, что. Или выступить перед огромной аудиторией. С какой-нибудь лекцией. Я не думаю, что это сложно. Спросить человека, интересует ли его бизнес, связанный с топливом, в котором ребята зарабатывают в первый месяц по 1000 баксов. и спросить дальше. Тебе это интересно, в принципе? Будешь разбираться? Если будешь, вот тебе ссылка. Мне сейчас некогда. Я не думаю, что это было бы сложнее, чем поставить клизму пациенту. Или скатиться с крутой горы, со свистом, поражая окружающих легкостью и изящностью своих движений. Вывод. Все, кто не понимает, почему у них не получается, все, кто недоумевают, почему они уже месяц или два или три в бизнесе, спросите себя, как часто я тренируюсь? Сколько часов тренировок в день я имею? Тренировка – это когда ты разговариваешь с человеком в своем бизнесе, когда ты пытаешься ему что-нибудь продвинуть, завести на свой сайт, в частности, в моем бизнесе. Вот это тренировка. Сколько таких людей в день, в час? Это называется интенсивность тренировок. Если ты тренируешься, и у тебя есть какая-то интенсивность, ты можешь просчитать, когда ты станешь профессионалом. Если ты только плачешь, или наблюдаешь, как другие катаются с горы и зарабатывают деньги, то тогда надежд мало. Я желаю всем удачи. Надо тренироваться и доводить свои умения до автоматизма. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok